Почетный член МОК Жан-Клод Кили, председатель координационной комиссии МОК по играм 2014, члены сполкома Жильбир Фили и председатель правления Газпром Медиахолдинг Дмитрий Чернышенко прибыли на курорт. Легенды зимних Олимпийских игр в Сочи встретились со студентами, выпускниками и педагогами Олимпийского университета за круглым столом. Говорили о том, как все начиналось, вспоминали о самых ярких событиях сочинских игр и о перспективах развития Олимпийского движения. Для меня встреча со студентами была неожиданностью, очень приятной неожиданностью. Студенты показались очень толковыми. Самое главное, что была возможность обсудить с ними многие вопросы. Они задавали вопросы о финансовой составляющей, об Олимпийском движении и так далее. Студенты спрашивали гостей об особенностях работы Олимпийской организации, коммерческой составляющей, организационной и даже вопросы внутренней философии. Профессионалы поделились секретом. Олимпийское движение – это тандем людей мыслящих и двигающихся в одном направлении. Я очень рад, что в Сочи инфраструктура задействована и не вся в спорте. Были разного рода переориентации функционирования этих объектов. Олимпиада в Сочи стала едва ли не самой лучшей за всю историю игр. Такие оценки в беседе прозвучали несколько раз. В этой связи Олимпийский университет сегодня является центром бесценного опыта. Российский международный Олимпийский университет сам по себе является точкой, где аккумулируются знания не только уже об Олимпийских и Паралимпийских играх, но и о новых ивентах, событиях, которые проходят в нашем городе и на территории других стран, других регионов. После встречи со студентами гости посетят образовательный центр «Сириус» и отправятся в город для закладки звезд на Леи Славы. Впрочем, в Сочи каждый из них бывает достаточно часто. Трехлетие со дня открытия Олимпийских игр они проведут практически в домашней обстановке. Елена Всецина, телекомпания ФКТ